Да, сегодня на Reading Club хочется поговорить о статье Differential Testing Approach for Evaluating Abstracts Index 3's Mapping Algorithms, статья с ICSI 2021 года. План такой, что хочется, наверное, сначала обсудить сами эти алгоритмы для маппинга вершин, для выделения скриптов редактирования, и дальше поговорим о фреймворке, который предложен статье для их сравнения. Вот, значит, кратко introduction, зачем это все вообще нужно. Я думаю, понятно, что выделять изменения в коде можно разными путями и используется тоже в разных областях анализа изменений в коде. Например, в CodeChanges Representation области, то есть выделение каких-то бетингов кода может использовать разные представления изменений в коде. В том числе, например, можно выделять скрипты редактирования с помощью некоторых инструментов и дальше их как-то уже использовать. Можно это все дело использовать в майнинге паттернных изменений. Тоже множество работы там посвящено для того, чтобы взять большой корпус изменений кода, намайнить с ним какие-то шаблоны и вот уже с ними проводить какие-то эмпирические исследования, анализировать, как там люди пишут код на самом деле. Также изменения в коде можно использовать в контексте Automated Program Repair, то есть когда мы применяем какие-то скрипты редактирования кода для того, чтобы его, например, на ошибок восстанавливать или что-то подобное. Ну и на самом деле таких областей множество. Не будем, конечно, все перечислять. И с чего-то стоит начать речь с того, что изначально, в принципе, как вопрос к тому, как подходить вообще к выделению изменений в коде, можно по-разному подходить к этому вопросу. Можно выделить изменения на уровне текста, то есть смотреть, как там код до – это текст, код после – это текст, посмотрим разницу по токенам и выделяем, значит, это изменение как какую-то разницу в токенах, там Барстайн или Винштейн или что-то такое. А можно рассматривать код, естественно, как AST и уже смотреть на AST-based дифы. И вот как раз про AST-based дифы дальше пойдет речь. Самые первые тулы для выделения изменений на уровне текста появились еще в 70-х годах. Например, Gnodif, утилита, как раз она и до сих пор используется. Первая работа, посвященная изменению в коде на уровне AST, вроде бы была в 97-м году. Работа Чева, в которой… Ну, у нее нет какого-то звучного названия инструментов, которые они предложили, но на них абсолютно все работы, которые сейчас используют тулы для выделения скриптов редактирования, ссылаются в силу того, что в этой работе был предложен алгоритм для выделения как раз действий по изменению AST. Значит, ну, там дальше сейчас будет слайд, поговорим чуть подробнее. В 2007 году, я спрашиваю, что мы пошли по истории, была работа JG Stiller предложена. И дальше вот три работы, которые как раз сравнивались в статье, о которой мы дальше будем разбирать. Это GAM3, mt-dif, move-oriented-dif, и IGM, directive-jama-matcher, статьи последнего десятилетия, тоже посвященные как раз более детальному fine-grained source code 3-difference, то есть выделению изменений на уровне AST вершин. Вот. Про работу 1997 года, как я и говорил, да, в ней, собственно, заложили фундамент любых алгоритмов изменения кода, которые рассматривались как-то дальше в работах, предлагались новые. Все это было на основе вот этой работы, потому что тут был предложен двухфазный алгоритм, где первая фаза включала матчинг вершин до и после изменения, то есть у нас есть два AST, и мы, собственно, ищем как раз там вершинки, которые можно заматчить. Дальше я буду употреблять, заматчить слова как синоним, и просто, значит, мы сопоставляем каким-то образом вершины из кода до и вершины из кода после. Вот. И после того, как мы нашли такое вот отображение этих вершинок, не обязательно всех, мы выделяем уже скрипторедактирование. Это как раз вторая фаза, и вот этот алгоритм, который тут использовался, будет использован дальше тоже во всех работах. Ну, алгоритм, собственно, довольно очевидный, то есть у нас есть какие-то заматченные вершинки в двух деревьях, то все вершины, которые были до, но после их нету, очевидно, они удаленные, ну, их просто удалили, значит, все вершинки, которые появились после, это добавленные вершинки, а те, которые, значит, мы заматчили, с ними можно делать разные вещи. Ну, во-первых, они могли заапдейтиться просто, потому что у нас просто обновилась метка из одной вершины в другую. Вообще, мы могли еще перенести одну вершину вместе с ее под деревом в другое место. Вот здесь, например, представлен картинкой статьи. Вот видим под дерево с вершинкой 3, значит, мы переносим на другую позицию, с позиции 2 на позицию 3, в смысле позиции, в смысле номер в списке сыновей вершины 1. Вот. И, значит, вот такими скриптами редактирования, то есть, такое одноатомарное действие называется iDetection, у нас есть редактирование, мы представляем любое изменение в коде. Вот. Идея общая такая. И дальше давайте поговорим про как раз три эти работы, которые упоминаются в статье. Первый из них, ГАМ-3, самый известный, инструмент, который всеместно вообще используется для выделения скриптов редактирования. Там тоже, значит, предлагается использовать двухфазный алгоритм, но уже матчинга вершин, то есть, еще на этапе сопоставления вершинок в деревьях мы проходим два раза по двум деревьям, это топ-даун спуск, то есть, мы идем сверху вниз и ищем изоморфные деревья для того, чтобы выделить такие anchor-mappings, то есть, якорные маппинги, на основе которых мы дальше будем строить вообще весь маппинг. Самые основные маппинги у нас появляются на самом первом этапе. А дальше мы пойдем по дереву, наоборот, снизу вверх, потом подъем, и уже во время этого подъема мы будем выделять дополнительные маппинги. Например, если у нас двух вершинок, большинство их потомков мы уже сможем, если большинство потомков мы смогли замачить, то, наверное, их самих тоже стоит матчить. Это такая вот вристика, которая тут используется. Значит, такие маппинги называются контейнерными. И также, значит, там есть еще некоторый набор вристик, после них добавляются дополнительные маппинги, которые называются recovery mappings. Вот. Таким образом, после первого этапа получается набор маппингов вершин, и дальше выделяем edit actions, точно так же, как вот я вкратце говорил, до этого было описано в статье Чевы и коллег. Вот. В чем плюс такого инструмента? В том, что тут все, кто пользовался LAM3, знают, что там, по сути, есть один бэкэнд, написанный на Java, и, в принципе, под него можно подсовывать любые парсеры. То есть мы берем код, парсим его, ну, код на любом языке программирования, парсим его как нам нужно, нужным парсером, получаем деревья, и можем считать между ними, значит, разницу. Да, я вроде бы не упоминал, ну, наверное, это очевидно, что, в принципе, получить скрипт редактирования на уровне insert, delete, это очень просто, а вот получить апдейт и мувы уже сложнее, потому что, ну, очевидно, что любое дерево можно прожить другое, просто его удалив целиком и добавив все новые вершинки, то есть набор insert и delete. А вот для того, чтобы добавлять в такое скрипт редактирование еще и мувы, ну, это уже задача не самая простая, вообще говоря, напомню, NP-hard, ну, выделение оптимального скрипт редактирования, в котором есть мувы. Вот. И, собственно, как раз такие вещи, инструменты, как GAM3, они пытаются решать эту проблему. Наверное, надо пояснить, что оптимальное, видимо, имеется в виду по длине списка интертир. Да, 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 конечно. Да. Вот. И еще важный момент, который, наверное, нужно напомянуть. Наверное, может возникнуть вопрос, как вообще матчим вершинки, то есть вот у нас есть две вершинки, и что с ними делать-то? Как матчить? В GAM3 они матчатся просто по типу вершины. Тип имеется в виду в самом дереве GAM3. То есть это там VST, в смысле. Это может быть там name-нода, может быть нода declaration, и вот что-то такое, что угодно. Вот картинка из оригинальной статьи. Тут как раз представлены два дерева, вот до, ст, ст, после, и, значит, пунктирными линиями разных видов нарисованы маппинги. То есть тут вот одни маппинги, получается, во время топ-даун спуска, другие во время ботомап подъема, и некоторые дополнительные, например, вот зеленые, вроде бы зеленые маппинги, да, они добавляются уже потом до recovery маппинга. Вот. А можно вопрос? А что происходит с неоднозначностью? В каком смысле? Ну, я не знаю, я взял, скопировал строчку, можно, ну, в смысле, вот эти вот маппинги станут неоднозначными. А, ну, вроде бы, в смысле, если одному элементу соответствует несколько, по-моему, они есть, ну, да, да, например. В смысле, за что у нас одному элементу один элемент соответствует. Вот, потому что вот в этой статье, о которой мы сейчас сегодня будем говорить, они там явно про это говорят, что у нас есть такое предположение, значит, наблюдение, что одному элементу только один элемент соответствует. По-моему, в гамм-3 так же они говорили. То есть получается, что там, условно, алгоритмы делают методом, я нашел что-то похожее, значит, оно похоже. Ну, вроде того, да. Окей. Только имеется в виду похожее именно в плане под деревом. То есть если у тебя одно слово встречается в двух строчках, но при этом родители совпадают только в одном из этих вариантов, то второй вариант будет предпочтительнее сматчить. А, ну, то есть все-таки какой-то анализ они делают на то, что это там... Окей, ладно. Да, да, разумеется. Ну, окей, да. Дальше про evaluation. Нас, собственно, интересует больше всего во всех этих инструментах их evaluation в силу того, что статья дальше, которая будет рассматриваться, она про evaluation. Про то, как вообще сравнить между собой такие инструменты и что обществе делать. И, значит, в GAMP3 они предлагают следующую оценку своего алгоритма. Значит, была некоторая ручная оценка, там брали просто 44 изменения, вроде они их рандомно насамплили на уровне файлов. Было три разметчика, это авторы статьи, и они просто отвечали на вопрос про каждое изменение из разряда «Помогает ли GAMP3 лучше понять это изменение?» или «Кто справился лучше GAMP3 или GNOD с точки зрения просто человека?» То есть, я так понимаю, main evaluation был просто для того, чтобы понять, что вообще, в принципе, такие изменения осмыслены, что мы делаем не какую-то полную ерунду вот в каком-то таком контексте. А уже automatic evaluation, они сравнивались с changes to the user, и, по-моему, еще, кстати, одним алгоритмом RTED, если не ошибаюсь. Вот. А с ними они уже сравнивались по метрикам. Метрики они предлагают, значит, это смотреть количество маппингов вершин. Ну, то есть, чем больше маппингов мы сделали, тем, видимо, лучше, потому что мы смогли замачить наибольшее возможное количество вершин. И вторая метрика – это размер скрипта редактирования. Это та самая оптимальность скрипта, про которую мы уже упоминали. Вот. И по этим метрикам они сравниваются, но, естественно, там победили они changes to the user, это 2007 года работа, и другую работу тоже. Вот. Еще они, да, еще они упоминали про move actions, что как раз, ну, они считали, что если их инструмент выделяет больше move actions, то есть больше перемещений, это значит, что инструмент работает лучше, ну, просто потому что move actions – более сложная вещь, ее сложно выделить, и она такая больше в себе смысла несет, если мы реально нашли move в коде, что у нас, ну, один кусок AST уехал в другое место. Ну, это лучше. Вот. Идея такая. Да, дальше вторая работа – это NTDIF, тоже рассматриваемая. Это работа 2016-го уже года. Она основана на change distillerе, работе 2007-го года, в котором change distiller, по-моему, изначально вообще предлагался для работы с латихом, то есть работы с текстовой информацией, поэтому он, в принципе, не предназначен для работы с AST, и когда он работает с AST, он использует такую course-grained версию, то есть не особо детальную, не как fine-grained, как в GAM3. В том смысле, что там в листовых вершинах лежат не токены, а прямо реально целые стейтменты кода могут лежать. И, соответственно, когда сравниваются листовые вершины, тут уже используются различные критерии, ну, кроме типа вершин, смотрятся на реальный текст, который там написан, и, то есть тут, понятное дело, можно использовать различные способы сравнения текста в вершинках. Вот в MTDIF, кажется, они используют сравнение по биграммам и смотрят там разные штуки, ну, просто типа выделяют биграммы в двух строчках и пытаются считать различные симиллярии коэффициенты между двумя строками. Вот. Также они там предлагали использовать Ливенштейна и что-то такое. И, да, ну, значит, почему MTDIF? Потому что Move Optimized Three Difference and Algorithm, они тоже пытаются сделать как можно больше мувов в своих скриптах редактирования, и для этого они предлагают некоторый набор оптимизаций. Самое первое из них – это просто взять и удалить, значит, одинаковые поддеревья в двух AST, ну, и потом уже на вот этих вот обрезанных деревьях считать, ну, считать свой скрипт редактирования. И потом на этапе постпроцессинга там еще некоторый набор оптимизаций, вроде четыре штуки еще там, всего пять их было, проводится набор оптимизаций для того, чтобы вот как раз сделать как можно больше мувов в скриптах. Вот. Тут еще представлены два критерия матчинга для листьев. Вот как раз для листьев – это то, о чем я говорил. Ну, то есть сравниваются сначала лейблы и смотрятся на similarity-коэффициент между значениями вершинок, чтобы он был больше некоторого порогового значения. Вот. То есть сначала у нас в алгоритме матчатся листья, а после того, как замачивались листья, там тоже некоторый обход дерева происходит и матчатся уже внутренние вершины. Для внутренних вершин матчинг происходит с помощью… Надеюсь, тут нижняя строчка не обрезается. Или может обрезается. Ладно, в общем… Номер слайда видно, по крайней мере. А, ну, тут просто написано две строки текста и у меня съедено под зеленой такой полоской. Ладно. Все видно. Да, хорошо. Отлично. Так вот. Короче, второй критерий – это про внутренние ноды дерева. Как их сравнивать? И они сравниваются тоже. Значит, смотрятся листья, которые лежат в их поддеревьях и сравниваются, в общем, через набор листьев, которые лежат в поддеревьях этих вершин. Вот. Эти два критерия, они еще и с чензистиллера, то есть предложены они были еще раньше. В общих словах как-то так. Опять же, эвалиэйшн. Нас интересует, потому что больше всего эвалиэйшн. Упор был в этой работе именно на рантай-перформанс, то есть они сравнивались с гамм-3 именно по рантайму. Там асимплотика вроде бы и там, и там квадратичная, но по факту вроде бы они выигрывают в гамм-3 по рантайму. Также был анализ того, не портить ли чего каждая из оптимизаций в отдельности. То есть они предложили эти пять оптимизаций, а потом пытались различными способами комбинировать эти оптимизации с изначальным чензистиллером и сравнивать эти штуки между собой. И вообще, вот эта часть эвалиэйшн, которая нам больше всего интересна, то есть как они оценивали аккуратность маппингов, аккуратность своих сценариев редактирования. Оценивали они так, что у них было восемь участников в опросе, они выбрали просто 10 изменений в коде, то есть у них была какая-то выборка проектов на Java, кажется. Они насамплировали 10 случайных изменений, всего 10, и с 24 разными вариантами своих оптимизаций давали эти изменения людям и спрашивали, какой из полученных скриптов редактирования каждому алгоритму более полезен вам, кажется, и какой из них более короткий. И, соответственно, пытались искать корреляцию между длиной скрипта редактирования и полезностью. Цифры есть на слайде. Тут получается, что если первый был короче из двух, первый был короче и люди считали его более полезным, то вот тут 270 таких было случаев. И если второй был более полезным и второй короче, то 354, эти цифры больше, чем вот эти. Там в статье приведены более адекватные расчеты этого всего. Да, там считали кофтер корреляции, кажется. Получилось, что вроде как все-таки коррелирует между собой длина скрипта и полезность изменения с точки зрения описательной полезности изменений. Но, тем не менее, мы видим, что в Availation используется всего 10 изменений в коде. Цифра 10 просто сразу напрягает. И в целом как-то это все тоже странно сделано было. То есть, да, единого бенчмарка для сравнения ну, для сравнения скриптов редактирования нету. Никаких метрик тоже как бы по сути нету, кроме вот длины скрипта. Ну, а, соответственно, маппинги, которые они сделали, они вообще никак не сравнивают с Андрей. Можно небольшой вопрос? Там в статье обсуждался вопрос, что, мол, в зависимости от того, какие AST использовали тулы, у них могут получаться разные результаты в плане скриптов редактирования, потому что могут каких-то просто вершин не быть в дереве, например. А как с этой проблемой боролись в статье про GAM3, условно говоря, когда они сравнивались с Change Distiller, кажется? Ну, кстати, хороший вопрос. По-моему, они говорили, что они Change Distiller свой написали под свой парсер и им сравнивались. Кажется, такая была какая-то идея. Ответственно подошли товарищи. Спасибо. Вообще в GAM3 же там, в GAM3 неважно же, какой парсер. То есть там это вот вроде бы проблема, ну, вот в этой статье это проблема, а скорее вот с третьим пылом, который iterative java-matcher, потому что он прям очень на java опирается. Вроде бы для MTDiff'а и GAM3 как раз не так важны именно парсеры, потому что, ну, в GAM3 же можно любое дерево подсунуть. То есть тут. Да, ну, просто у них же есть какой-то там дефолтный слон для парсера. Они могли взять вот Change Distiller и его парсеры в слой запихать, либо наоборот, либо у них был изначально один и тот же. Ну, да, 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 окей. Ну, тут лучше посмотреть статья, говорю, но, по-моему, вот так. Ну, лучше проверить. Окей. Да, значит, третий тул, это iterative java-matcher, тоже рассматриваемый в статье. Он вот самый последний, это 2018 года, тул. Он, значит, уже основывается на GAM3 и специализирован под Java. В каком смысле специализирован? Значит, авторы предлагают набор идей в ристик, как можно улучшить GAM3, опираясь на знание того, как меняется код на Java. Значит, во-первых, они предлагают рассматривать такую в ристику, ну, заключающуюся в том, что у нас чаще всего код меняется внутри одинаковых скоупов. То есть у нас, если меняется что-то внутри функции, то, скорее всего, это изменение, оно прямо будет целиком внутри функции. Довольно спорное, по-моему, утверждение, учитывая, что есть всякие рефакторинги, там, переносы методов и все подобное. Значит, вот они на него опираются и вроде как в своем влиянии не выигрывают. Ну, да, понятно, что так же, как про методы и про филды, про импорты, про enam и тому подобное. Вот. Значит, они, да, для каждого из таких вот, для каждой из такой единицы языка Java, они пишут свой мэтчер и применяют такой набор мэтчеров последовательно, получая просто пайплайн. То есть они на нем запускают пайплайн из мэтчеров, пытаясь заматчить сначала такие вершинки, потом такие вершинки разных типов. Вот. И, значит, получают некоторый набор маппингов. Также вристика, которую они применяют, это мерч имен вершин в их родителей. То есть обычно в VST же у нас есть вершинка, и у нее, ну, если это какая-то именная вершинка для именной функции, то у нее есть там, допустим, ребенок nameNode со значением названия функции, как тут фу, да, например, или бар. И, ну, они утверждают в статье, что иногда, например, гампри, а, нет, в данном случае MTD, да, вот тут пример того, как MTD заматчил фу на вот это фу, а по факту это название функции, это название переменной, и такой маппинг можно считать не очень аккуратным, и по идее надо было матчить фу на бар. В данном случае. Вот. И для такой цели они берут и, значит, мерджат вот эту nameNode своего родителя, то есть название функции, для того, чтобы матчить уже ту вершинку, и, соответственно, с той вершинкой они работают корректно. Вот. Идея такая. А вот этот пример, он с одной стороны понятный, и с другой стороны, а такое вообще происходит, ну, точнее, наверняка происходит, насколько это вообще частая ситуация, что у нас перенеслось, и это можно считать с некорректным маркингом, потому что у нас то же самое имя залезло в какую-то другую сущность. Это, кстати, хороший вопрос. По-моему, они в Ovalidation не писали, типа, насколько часто их эвристики помогали, если не ошибаюсь. Я могу сказать про гамм-3. У них, если здесь фу, это типа прям уже, как называется, лист, короче, дерево, у него нет детей, то просто изменение детей, они, в принципе, нет такого действия, когда мы изменяем лейбл у ребенка. То есть не ребенка, конкретно последнего листа дерева, они всегда удаляют и добавляют. А если у тебя меняется лейбл у чего-то, у чего еще есть дети, и мы можем сравнивать еще по детям, то тогда уже может быть. Соответственно, в данном случае он не мог просто замачивать этот фу на тот фу, потому что у них разные родители. И это, по сути, просто литералы. Если про гамм-3 говорить. Ну, окей, да, я даже скорее не про именно маппинг, а про ситуацию, что у нас есть две версии файла, и у нас раньше как-то называлось что-то одно, ну, условно, что у нас раньше было название функции, оно перестало быть названием функции, но все еще встречается. Или у нас была переменная, а потом она стала кем-то еще. Ну, прям в том же виде. Ну, то есть это немного странно выглядит, но да ладно. Ну, да, наверное. Ну, да, значит, тем не менее, вот такая оптимизация. А, еще, да, еще одна оптимизация, это, значит, учитывать схожесть имен вершинах. Ну, это как раз тут они вроде ничего нового уже не предложили, потому что в гамм-3, вот я говорил, они вообще не учитывают никак имена вершин, только типы. Тут они просто говорят, что давайте сейчас смотреть на строчки, что у нас там происходит в вершинах, типа, чтобы совсем разные имена друг на друга не матчить. Ну, тут это как раз уже вот ну, вещь вроде расстояния Эльвенштейна, строк смотрится. То, что уже упоминалось, вот, например, в MTD до этого. Вот. Слушайте, а если я взял из метода и часть кода вынес другой метод? Правильно я понимаю, что он не заматчат? Ну, он будет искать изменения только в рамках одного этого метода? Да, вот вроде бы да. Ага, то есть он, вот новый метод он только инсортами сделает? Без метод. Кажется. Ну, кажется, что кажется, что вот эта идея основываться на то, что у нас в одном скопе изменения. Не знаю. Она вот у них вроде была такая основная. Может быть, они сравниваются на уровне функций только. Вообще, да, вроде бы именно про это речь. А при этом дальше они идут внутрь функций? Там форы, они отдельно друг от друга матчат или нет? Да, по-моему, да. Да, 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 кажется, да. То есть если из фора вынес что-то до начала форы, это тоже будет считаться не мува инсорт. Да, но, по-моему, вот они работали типа на уровне скопов, на уровне класса. То есть классы, инамы, импорты, филды в классах. Вроде бы, такие единицы были. Ага, то есть метод я зря вообще обсуждал. Ну, в плане, нет, в плане внутри метода-то они тоже работали. Я имею в виду просто вот эти скопы они рассматривали отдельно. Ну, внутри метода тоже все окей. В форме они работали. Правильно ли я понял, что каждый метод это отдельный скоп? Ну, вроде да. Да, прошел все. Спасибо. Да, значит, и в evaluation у них был какой? Они выделили четыре метрики. Это размер скриптаредактирования и рентайм-перформанс. Ну, то есть это просто, чтобы сравнить по скорости. Сравнивались они как раз тоже с GAM3 и MTD. То есть тут в этой работе те же три инструмента и участвовали, что и в работе дальше, которую будем смотреть. первые две метрики вроде как вопросов не вызывают, а вот вторые три, они уже такие сомнительные, потому что edit actions accuracy, они по сути строго никак не определили. Точнее, они ввели некоторые свои критерии, по которым они во автора статьи просто взяли и 2400 single edit actions в отдельности просто рассмотрели и говорили, точно это изменение или не точно. то есть буквально они просто брали какой-то там апдейт, допустим, и смотрели на него, потом брали move, смотрели на него. И критерий, который они использовали, дальше тоже про него будет речь, потому что он тоже использовался вот в этой статье, он такой довольно эмпирический, он просто основывается на том, что у нас изменение в коде можно считать аккуратным, корректным, точным, если оно comprehensible. То есть что бы это не значило, для авторов, видимо, это понятно, они это никак не раскрывают, но, значит, если оно недостаточно comprehensible, то оно недостаточно аккуратное. И, значит, дальше они также смотрят просто еще на то, что если это изменение можно представить каким-то другим набором изменений, который более короткий, тогда оно тоже недостаточно аккуратное. Вот какой-то такой набор критериев у них был, и согласно им они оценивали точность своего тула. Вот. Довольно странно. как мне показалось. И еще они оценивали полезность тех скриптов, которые они предлагают. Тут они пригласили 11 сторонних экспертов уже и взяли, насамплировали 30 изменений в коде и выдавали 10, ну, каждому эксперту выдавали 10 случайных из этих 30 и просили, значит, отранжировать ну, отранжировать каждый из этих скриптов. Ну, для каждого изменения они запускали три тула, получали три скрипта, три набора скриптов изменений, три набора скриптов редактирования, вот, и просили отранжировать эти три набора в порядке, значит, того, ну, какой им кажется более полезным. То есть просто, опять же, на усмотрение этих экспертов, и эксперты, значит, говорили, что вот, этот IGM более полезен, чем GAM3 или mtdiv, вот, ну, естественно, там получилось, что IGM вроде как везде победил, вот, поэтому я таблички не приводил. Тут просто, значит, идея этого слайда скорее в том, что показать, что вот этот подход к эволюришну довольно странненький, и используют, ну, если для сети скрипт сайз и рентайпер for once все окей, то вот последние две метрики, они очень такие biased, и вообще странно с помощью них что-то оценивать. Вот. Да, дальше, дальше как раз вот авторы статьи про differential testing и прочее на все это посмотрели, и, видимо, ну, о чем они говорили в интеракшене, значит, сказали, что кажется, нам нужен какой-то такой общий фреймворк по оценке алгоритмов, значит, алгоритмов отделения скриптов редактирования, а точнее, алгоритмов матчинга вершин, потому что оценка скриптов редактирования это оценка такого артефакта алгоритмов матчинга, а по сути, ну, а по сути, во всех этих алгоритмов GAM3, MTDIF и IGM, в них различается только вот эта фаза маппинга, потому что выделение скриптов это уже использование алгоритма вот этого Чева 1997 года, и оно везде одинаковое. И для этого вот они вводят такую терминологию как inconsistent mappings и inaccurate mappings. Inconsistent маппингом предлагается называть такой маппинг, что у нас разные алгоритмы, просто по-разному замачили элемент кода, ну, просто по-разному замачили элемент кода, как тут, например, в этом примере, да, у нас IGM матчит вот этот хешмап вот в этот мап, а GAM3 говорит, что надо вообще вот этот хешмап замачить вот в этот хешмап. Ну, естественно, IGM прав, а GAM3 не прав. Ну, хотя казалось бы, да, что для GAM3 наверное все окей, потому что, ну, он же вообще на имена не смотрит, и он типа попробовал замачивал так. Почему, кстати, не очень понятно, ну, видимо, видимо, время bottom-up фазы. Вот. Ну, да, и, значит, если у нас, ну, если мы, это inconsistent маппинги, а inaccurate маппинги, ну, это просто тематическая точка зрения, да, что у нас вот IGM, вот этот маппинг зелененький, он аккуратный, а вот этот уже inaccurate. И гипотеза, которую авторы двигают, заключается в том, что если мы нашли, значит, inconsistent маппинги, то, скорее всего, один из них будет точно inaccurate маппингом. Вот. Эту гипотезу они, по сути, никак строго не доказывают, они говорят о том, что отсмотрели 100 случайных насамплированных изменений, ну, 100 случайных насамплированных изменений в коде, в которых, значит, все три алгоритма говорили, ну, выдавали один и тот же набор маппингов, и вот среди этих наборов они не нашли тех, которые были бы inaccurate, но consistent. Вот. И говорят, значит, что если вот 100 не было, то, видимо, и вообще нет. Достаточно ли размер набора 100? Сомнительно, наверное. Кажется, что недостаточно, но они говорят, что, значит, мы предлагаем у нас код открыт, данные открыты, можете посмотреть сами. Вот. Вообще, говоря, кажется, что если у тебя была строчка там x.y, там круглые скобочки, точка с запятой, а стало то же самое только два раза, там, в принципе, нет однозначного маппинга. Если один алгоритм сматчит эту строчку там с первой строчки, а вторую добавит, а другой сделает наоборот, то они будут неконсистентны, но при этом оба правы. Так что это, конечно, вырожденный пример, но, кажется, в теории. Резонно. Да. Вопрос как бы только в том, насколько часто это на практике еще встречается. Ну, у них всегда не встретилось. Да. Вот. Да, ну, про это, мне кажется, тоже в конце поговорим, когда будут в целом обсуждаться эти стороны работы. Да, про differential test и прочь. А, ну, еще про наблюдение, значит, которое они сделали. Это вот как раз то, что вначале говорил. Они утверждают, что одному элементу в коде до будет тест только один, элемент в коде после. И, собственно, на этом все рассуждения тоже строят. И предлагают использовать для оценки алгоритмов такой подход, как differential testing. Я немного почитал что-то такое, и, насколько я понял, ну, тут идея-то, она простая. То есть у нас differential testing заключается в том, чтобы тестировать какой-то инструмент, не просто, ну, пытаться всувать в него набор тестов и смотреть, падает на них или нет, а говорить, что у нас для решения задачи, пусть у нас для решения одной задачи существует несколько способов, и, то есть, несколько тулов, да, которые работают по-разному. И мы берем и подсовываем в них большой набор тестов. То есть часто еще называют differential phasing, потому что в phasing у нас тоже какой-то просто огромный набор тестов подсовывается. И если у нас, значит, все алгоритмы, допустим, кроме одного сказали так, а один сказал по-другому, то, вероятно, тот, кто сказал по-другому, он ошибается. Вот. И таким образом можно пытаться искать такие тесты, на которых вот, ну, на которых как раз кто-то падает. То есть мы, по сути, тестируем, опираясь на сравнение алгоритмов или инструментов между собой. Вот. И как раз в этой работе авторы тоже говорят, что давайте такой подход использовать, давайте просто возьмем несколько алгоритмов и будем пытаться, значит, придумаем некоторый набор метрик того, как можно сравнивать маппинги вершин деревьев. И, значит, будем запускать этот набор критериев для этих алгоритмов и сравнивать между собой, тем самым выясняя, какой из алгоритмов более эффективный в смысле того, что он нашел, ну, он в меньшем количестве маппингов ошибся. Идея такая. Подход, который они предлагают pipeline, то есть тут на самом деле на этой картинке 80% оно только про группировку элементов кода в зависимости от того, токен это или statement, а по факту вся суть их подхода она вот в последних двух шагах кроется, даже, наверное, в одном. Это степ номер, пятый степ. Вот. Но идея какая? Значит, да, у нас есть изменения в коде, FireVision, мы берем, у нас есть два алгоритма, 1, 2, мы считаем маппинги вершинок АСТ тут и тут. И дальше второй, третий и, видимо, четвертый шаг, нет, второй и третий шаги, они посвящены тому, чтобы, короче, сгруппировать эти маппинги таким образом, чтобы работать только со стейкментами и токенами. Тут в чем идея, да, в том, что у нас GAM3, например, ну, например, GAM3, MTD и IGM, они работают, по сути, изначально с разными парсерами, и если для GAM3 не важно, какой парсер использовать, то вот для MTD кажется важно, потому что там в листьях уже стоят стейкменты, а не какие-то отдельные ноты, и это важно, потому что там листья сравниваются с помощью вот этих BigGram similarity. Вот, и как раз авторы говорят, что с этим можно сделать? Можно работать не на всех уровнях гранулярности, сравнить между собой, а только вот на уровне стейкментов и на уровне токенов. О, я, кстати, сейчас вспомнил еще то, что мы сейчас говорили про сравнение GAM3 и предыдущих работ. В GAM3, они, кажется, они прям писали, что мы будем сравнивать на нескольких уровнях гранулярности, и говорили, что вот для такого уровня гранулярности у нас такие результаты, для такого такие, для такого такие. Вот, это Артем на тот вопрос. Да, там такое было. Кстати, стейкмент, это, я правильно понимаю, что это вот какая-то инструкция до точки с запятой? Да, вроде да. Спасибо. Да, стейкмент это такая штука, ну, а токен это, понятно, что-то, что нельзя поделить на меньшие токены. Вот. Да, значит, предлагается работать с стейкментами и токенами, и там вот была целая страница в статье, описание того, я просто не думаю, что не буду сильно в это углубляться, просто про то, как, ну, как вот эти маппинги, у нас маппинги получается для, словно, ст-нод, как нам их взять и сгруппировать или, наоборот, поспитить на маппинге для токенов и для стейкментов уже в свою очередь. И после того, как мы получили маппинги на уровне токенов и стейкментов, мы, значит, привели все три алгоритма к одному уровню гранулярности, мы можем выделять уже inconsistent маппинги, то есть те, на которых у нас разные алгоритмы дали разные результаты, и среди них некоторым образом с помощью набора критериев выделять inaccurate маппинги и говорить, что если у нас в этом алгоритме наибольшее число inaccurate маппингов, то, видимо, он самый плохой из них. Первым этапом была в этом подходе токенизация. Они использовали Eclipse parser GDT для того, чтобы просто построить один парсер для всех алгоритмов, для того, чтобы построить ST, для того, чтобы токенизировать код. И потом они как раз приводили к этому уровню гранулярности, это то, о чем я говорил, то есть это группировали вершины ST для стейтментов, также они искали вершины ST, которые соответствуют одним и тем же токенам, то есть листьям, и приписывали те маппинги, которые выдал алгоритм, например, для вершинок ST. Они говорили, что если вот эти токены лежат внутри этой вершинки, то всем этим токенам приписывается вот этот маппинг. Ну и вот такой еще набор правил. Таким образом, они получали набор маппингов для токенов в отдельности и для стейтментов в целом. Ну и еще там применялось например правило о том, что если у нас стейтмент мы смогли замаппить и смогли все токены кроме одного стейтмента замаппить, то видимо оставшийся токен тоже стоит замаппить с оставшимся токеном. Вот. Это еще тоже идея в Гам3 тоже, кажется, применялась. Вот. Дальше искали inconsistent маппинги, ну с ними тоже понятно, как это делать, просто смотрели, если алгоритмы различаются, то это inconsistent маппинг. Вот. А дальше искали integral маппинги и тут идея какая? Идея в том, что у нас, ну тут формально говоря, если у нас первый алгоритм сказал, что у нас есть вот такие два маппинга E0, E1 и E3, E2, а второй сказал, что есть вот такие маппинги, то мы можем сказать, что второй алгоритм накосячил с E0 и E1, то есть выдал нам integral маппинг. Когда у нас similarity для двух вершинок E0 и E1 больше, чем similarity для E0 и E2, то есть мы как бы говорим, что он и по E0 ошибся, то есть для E0 A2 нашел, ну 1 нашел лучший маппинг для E0, чем A2, и для E1 тоже, а 1 нашел лучший маппинг для E1, вот этот маппинг, чем A2, вот этот E4, E1. Вот. Это формально как сравнивать, ну как сравнивать маппинги между собой, но по факту вот как устроена функция sim непонятно пока что. Вот. И дальше как раз в работе речь была об этом. То есть как сравнить вообще между собой два маппинга. Для этого они, ну, авторы выделили руками 6 некоторых метриков автористических, как сравнивать маппинги. Как они это сделали? Они собрали датасет проектов, 10 проектов на Java. Вот. Тут статистика приведена, кажется, они собирали коммиты до января 2019 года. Но на самом деле целиком они датасет вроде бы не использовали, только в самом конце. Ну, до этого они просто брали и сэмплировали случайным образом некоторый набор файловых ревизий, коммитов, и уже работали с ним непосредственно. Ну, набор, в смысле, небольшой для того, чтобы можно было вручную с ним работать. Да, вручную, в смысле, тут, да, стоит понимать, что пока что мы говорим, что можно работать с этим всем вручную, потому что идея текущих слайдов, она про то, как придумать вот эти эвристики для сравнения маппингов. А по сути, их подход автоматический, дальше все будет работать автоматически. Да, значит, как искали, ну, как пытались выделить вот эти 6 метрик для сравнения маппингов авторы, они взяли и для каждой пары алгоритмов, у них было 3 алгоритма, GAM3, MTD, EGM, для каждой из пары алгоритмов они нашли набор значит, стейтментов, которые были inconsistent, то есть, ну, эти алгоритмы из одной пары выдавали на них разные результаты. Вот, цифры на слайде есть. Дальше все вот эти 575 стейтментов у них получилось, первые два автора статьи просто взяли вручную, проанализировали каждый из них на аккуратность с помощью критерия, про который я говорил из работы про IGM. Как раз они анализировали маппинг, что он должен быть comprehensive, что он должен быть полезным, и что не существует других маппингов, которые в результате дадут меньше количества экшенов. И тут стоит сказать, кстати, что авторы немного лукавят, потому что в оригинальной статье вот этот набор критериев, он описывался для edit-экшенов, то есть везде, где тут написано маппинг, там был использован edit-экшен, а тут они сделали это под себя, этот критерий, чтобы можно было как-то, ну, видимо, это просто нужно для того, чтобы формально описать, что такое аккуратное, что такое неаккуратный маппинг, и вот как-то они это сделали, просто подогнали этот набор критериев под себя. Вот. И в результате у них получилось, что, ну, в результате они для каждой пары алгоритмов нашли руками просто инаккурат маппинги, то есть вот у нас, допустим, для вот этой пары GAM3 и MTD было 178 всего стейтментов, из них, ну, inconsistent стейтментов, из них 71 получился инаккурат для GAM3 и 129 для MTD. В сумме они, понятно, не дают 178, но это просто потому, что некоторые, видимо, они перекрывались и получались инаккурат для обоих сразу. И таким образом в ходе вот этого всего урочного анализа они пытались выделять метрики для сравнения таким образом, что они пытались сначала какие-то глобальные метрики выделять, потом оставшиеся, если оставшиеся стейтменты у них не подходили под вот эти метрики, не могли быть категоризованы под вот этим метриком, который они уже выделили, они пытались еще метрики добавлять и таким образом придумали 6 метрик, которые, по-моему, порядка 85% всех стейтментов вот в этом наборе из 575 покрыли, ну, то есть с помощью этих метрик можно определить accurate этот маппинг или недостаточно накрыть. Метрики вот на слайде, то есть у нас есть две метрики для стейтментов и четыре метрики для токенов, тут как раз вот цифры, сколько именно стейтментов они покрывают для каждого алгоритма, то есть по ним можно как-то это все дело категоризовать. Метрики какие? Для стейтментов это набор, это, ну, две метрики, первое, это количество полностью идентичных токенов, двух стейтментов, сейчас мы дальше примеры посмотрим, и, значит, сравнение для двух стейтментов, сравнение их parent node, то есть если у нас, ну, стоит ли, как, можно ли считать мэппинг достаточно accurate, если у него родительские ноты, они между собой не замаплены, ну, наверное, нет, вот идея такая. И для токенов это сравнение типов токенов, ну, типов в смысле вот вершинок в дереве, также сравнение их родительских стейтментов, в которых они лежат, сравнение вершин, ну, сравнение значений в них и сравнение порядка токенов и передного стейтмента, тоже сейчас на примере это будет видно. Вот, примеры для стейтментов, то есть, например, тут первое изменение видно, что, ну, у нас MTD заматчил всю вот эту строчку весь этот стейтмент, но вот этот стейтмент, то есть вот до точки с запятой целиком, что тут вообще нет ни одного идентичного токена. Видимо, это неправильный маппинг. Дальше тут, например, вот в этом примере… Так, просто это пример. А, да, про то, что у нас GAM3… То есть тут уже есть идентичные токены здесь и здесь, и в первый, и в второй, и в первый, и в третий, но GAM3 можно считать более аккуратным, в силу того, что тут количество этих токенов, оно больше общих. То есть тут есть и ZFxml, и тут ZFxml, а тут этого токена нет. Вот, и тут дальше это сравнение парентов. То есть если у нас… Да, ну то есть видно, что вот этих двух стейтментов, у них один parent – это объявление функции вот здесь. И вот, кстати говоря, IGM, который, кажется, работает внутри функции, тут вот смог замачить только внутри вот этой функции. И вот GAM3 у нас переносит стейтмент отсюда вот сюда, и тут у них разные стейтменты. Но по факту получается, что GAM3 ошибается, потому что тут разные паренты. Для токенов четыре метрики. Первый – это тип, просто что у нас тут, например, это просто какой-то field, а тут это уже какая-то функция, GAM3 ошибся. Дальше – это метрика про то, что у нас, значит, они одному стейтменту принадлежат. Здесь, например, у нас GAM3 говорит, что… Ну, да, в общем, что у нас value тут это в одном лежит. Сейчас, видимо, что-то имеется в виду. А, ну да, что они лежат в одном стейтменте, иначе все окей, да. А IGM вообще не смог ничего замапить. Дальше для… А, ну, также для стейтментов, как раз тот пример, который вот уже упоминался про хешмап, что вот эти разные стейтменты, значит, их не стоит мапить. Также значения, то есть тут сравнивается значение, все понятно, и с наибольшей общей подпоследовательностью токенов. Идея в том, что у нас вот здесь IGM смог замапить вот этот фильтрable интерфейс вот в этот, а тут приведение типа вот в это приведение. GAM3 это сделал крест-накрест. Соответственно, если смотреть на это с точки зрения наибольшей общей подпоследовательности токенов, то IGM сделал более аккуратный маппинг. Вот. Идея такая. И дальше с помощью этих шести метрик авторы просто описали алгоритм, как стоит сравнивать два маппинга. То есть сначала у нас есть какие-то строгие проверки, которые отсекают наибольшее количество маппингов. Если у нас там нет вообще единичных токенов, то есть NIT для стейтментов равен нулю. Также если у нас алгоритм замачивал два блока, ну, два блока кода с разными родительскими вершинами, или там два токена с разным типом, то сразу стоит такие маппинги отсекать. А дальше уже как раз смотрим на метрики, просто считаем метрику для первого алгоритма, для второго алгоритма, и смотрим, что больше, и так определяем до конца. И в Evaluation, какой автор статьи предлагает сделать, первый из research question, которые они ставят, ну, они просто пытаются оценить эффективность своего подхода по детекции недостаточно точных маппингов вот в этих алгоритмах. Ну, то есть, насколько хорошо они вообще своим подходом умеют искать действительно inaccurate маппинги. Для этого они проводят как раз ручную, ну, ручной Evaluation. Они для каждого из своих 10 проектов в датасете случайным образом сапплируют 20 стейтментов, таких, что, ну, для каждого проекта, таких, что хотя бы два алгоритма выдают на них inconsistent mappings. Таким образом, у них получается выборка из 200 стейтментов разных, и они позвали 12 сторонних экспертов, поделили их на 4 группы. Выборку из 200 они тоже поделили на 4 группы, получили на 4 группы по 50 стейтментов, и на каждую группу посадили троих человек для того, чтобы они оценивали уже свои 50 стейтментов. Зачем они вот это сделали, ну, вот эту штуку с группами, я, видимо, не очень понимаю. Ну, то есть, они пытались все как можно более рандомно насамблировать, чтобы там случайные были группы, случайные люди. Вот. Но почему именно 4 группы, как-то это странно, не знаю. Вот. Ну, да, идея в том, что у нас теперь в группе есть 500 стейтментов, есть 3 человека, и для каждого из них, значит, маппинг, ну, для каждого маппинга он полагается неаккуратным, если хотя бы 2 эксперта из 3 в группе считают, что он неаккуратный. То есть, это такая ground truth. А для, ну, соответственно, для этих же маппингов запускается вот этот их подход с критериями, с 6-ю метриками, и считается, что если у нас хотя бы в одном из двух сравнений алгоритмов маппинг оказывался инаккурат, то вот, ну, да, если в одном из двух сравнений он инаккурат, тогда мы считаем его инаккурат. Ну, то есть мы, естественно, запускаем как бы сравнение алгоритмов попарно, то есть, например, для гамм 3 мы запускаем его с mttd, с igm, и у нас получается некоторые наборы инаккурат маппингов для вот первой пары, для второй, и для гамм 3 мы берем те, что были для GAM3, мержи между собой. И это как раз идея в том, чтобы замержить все инакурит маппинги для каждого из алгоритмов по отдельности. Таким образом, да, у нас, получается, есть маппинги, и для каждого маппинга мы знаем, что эксперты про него сказали, инакурит он или нет, и знаем, что наш алгоритм про него сказал. И мы можем с помощью этого посчитать коэффициенты true positive, false positive, false negative. То есть true positive – это если и наш алгоритм, и эксперты сказали, что он inaccurate, то есть мы не ошиблись. Может быть false positive, то есть когда мы говорим, что он inaccurate, а эксперты говорят, что с ним все окей. Или наоборот сейчас. А вот пример на слайде с false positive. Сейчас давайте, надо вспомнить. Так, тут идея была в том, да, что у нас, значит, вот этот вот, ну, вот этот кусочек expression, message reference, GAM3 и AGM правильно заматчили вот сюда, а алгоритм авторов сказал, что такой маппинг неправильный, потому что, ну, неаккуратный, в силу того, что у него вроде бы разные parent statement. Вот. А, да, сейчас AMTD, AMTD, наверное, правильный. Ну, хотя AMTD тут, очевидно, неправильный, в силу того, что он что-то куда-то вообще не туда заматчил. Вот, да. Получается, наш алгоритм сказал, что, ну, в смысле, алгоритм авторов сказал, что все, что для GAM3 и AGM все не так, а на самом деле с ним все окей. Вот, это false positive. И у них всего один такой случай нашелся. Вот этот один из двух сот, как раз на слайде представлен. И false negative, ну, понятно нам по остаточному бактерию. И посчитали precision и recall. Получилось, что precision такого подхода вообще почти равен единице. То есть мы очень точно умеем говорить про маппинг, что он не накурит. А вот recall поменьше получился, порядка 0.65, ну, короче, где-то около 0.7. И вот, ну, да, как есть. Да, а второй research question как раз был по recall. То есть авторы пытались оценить, сколько вообще эффективно в их подходе использовать сравнение одного алгоритма сразу с несколькими. Это вот как раз то, о чем я говорил, что у нас, когда мы берем попарно, сравниваем GAM3 MTD, например, GAM3 IGM, что у нас, ну, мы берем и потом мерджим просто наборы inaccurate маппингов в первой паре и во второй паре. И получаем наборы inaccurate маппингов для GAM3. И потом, ну, и потом смотрим на вот этот набор. Собственно, второй research question, он про что? Про то, что, ну, насколько вообще есть смысл так делать, то есть брать из попарных штук и мерчить это все в один сет. Или, может быть, можно просто смотреть алгоритмы только по парам и не мерджить вот эти разные inaccurate маппинги. Ну, и очевидно, что мерджить лучше просто потому, что мы большее количество inaccurate маппингов учтем. Если будем использовать много алгоритмов, то у нас сравнение одного с вот этим большим количеством нам, очевидно, даст большее количество inaccurate маппингов. Соответственно, ну, это логично. И recall у них поэтому стал меньше в таком эксперименте. Порядка 0.5 стало где-то. Вот. Ну, Precision, понятно, там остался тот же. Да, идея за этим такая. Ну, и после этого третий research question. Такой, честно говоря, самый непроработанный, по-моему, потому что тут авторы задались важным вопросом, касающимся того, ну, а насколько вообще современные алгоритмы вот эти state of the art, которые используются, GAM3, которые вообще везде используются, насколько они хорошо умеют матчить вершины между собой и как часто они вообще генерируют inaccurate маппинги. И все, что они тут ответили, это привели вот эту табличку, в которой просто написали количество inaccurate маппингов для statement'ов по всем трём алгоритмам и по проектам, и для, ну, изменений на уровне файлов. И после этого они всего лишь написали одно предложение, просто посчитали в процентах, типа, сколько, ну, какой процент для файла revisions у нас, ну, их алгоритм посчитал inaccurate. То есть получилось, что там порядка четверти изменений на уровне файлов получились с неаккуратными маппингами, а еще три четверти с аккуратными. То есть вот, ну, типа, четверти это много, и авторы делают вывод, что, значит, недостаточно развита алгоритм матчинга вершин, и стоит развивать эту область знаний. Но вообще, да, ну, просто, по-моему, это довольно странно, потому что, я имею в виду странный вот этот ответ на research question третий, потому что, казалось бы, тут можно больше развернуться, про это все рассказать, а из этой таблички, по сути, даже не видно, ну, выводов, то есть тут не видно, сколько всего было файлов ревизий, чтобы оценить, в процентах это дело. Или, например, в стейтментах тут видно, что, ну, хотя, например, по количеству стейтментов видно, что IGM в нем, по-моему, по всем, во всех проектах, он находит меньшее количество инокровид стейтментов по сравнению с этими двумя. Буду, наверное, интересно посмотреть на статистику по типам вершин, с какими именно вершинами проблемы возникают, и что-нибудь в этом духе. Ну, да, в том числе. Ну, то есть вот эту часть они, конечно, очень, по-моему, не докрутили. Просто большой довольно получается. Видимо, CAM3 побеждает на стаблице в среднем. Ну, по файлу revisions, да, а по стейтментам вроде бы IGM везде меньше всех набрал. Интересный эффект. Жалко, что он, опять же, не пояснил, почему это получилось. Ну, да. Ну, да, странно как-то. В общем, да, и дискуссия, которую они предлагают в конце по поводу своей работы, сами они, ну, они сами, в принципе, открыто говорят, что выборка на 200 стейтментс – это довольно мало. То есть вот те 200 стейтментс, на которых они оценивали качество подхода, это первый research question. Вот. И, наверное, стоило сделать, ну, оценку на больше выборки, но просто в силу того, что, значит, довольно тяжело вручную оценивать, выборки довольно маленькие. И вообще в предыдущих работах тоже везде они были довольно маленькие, в связи с чем как раз хотелось иметь какой-то вот такой автоматизированный подход. То есть там в работе про NTT там вообще 10, по-моему, файловых ревизий не смотрели, там, 3, 140 или около того. Вот. Да, также, ну, а также авторы, да, про это мы тоже уже, упоминали, что необязательно маппинг должен быть, ну, необязательно работает так, что если он маппинг-консистент, то он иначе, вдруг может быть и другое. То, что вот Артем говорил, например, да, 100 рассмотренных случаев может быть просто недостаточно. Также, да, также вот Артем задал вопрос, и, кажется, это правда, у нас такой бенчмарк, еще от того, что, ну, то есть это не сказать, что минус такого подхода, но просто его побочный эффект в том, что у нас, так как он основывается на вот этом differential testing approach, то у нас вот если есть набор алгоритмов, и мы берем, запускаем, уходим их сравнить между собой, запускаем некоторый пинчмарк, получаем, что там для первого алгоритма столько-то мы получили на вот этом, ну, на вот этом наборе изменений, столько-то статентов неточных, для такого-то, для второго алгоритма столько-то, для третьего столько-то, значит, отсортировали, получили какую-то оценку их, а потом добавили еще один алгоритм, то получается, что этот еще один алгоритм, когда мы начнем попарно сравнивать его с другими, то для других те маппинги, которые раньше считались нормальными, типа accurate, они могут стать inaccurate. Таким образом, количество inaccurate маппингов в тех алгоритмах возрастет, и получится так, что у нас как бы относительный порядок в топе тех алгоритмов, он тоже может поменяться. Я думал, может быть, это неправда, потому что у нас, значит, набор критериев наших шесть, он основан так, чтобы таких ситуаций не было, но вроде бы нет, вроде бы правда такое может быть, и кажется, вот с этим тут возникает вопрос. То есть, единого бичмарка не получается, сказать, что вот этот алгоритм всегда лучше, чем другие, нельзя, потому что всегда может появиться еще один, который подпортит картину для тех, просто потому что он найдет еще другие inaccurate маппинги. Опять же, это значит, что новый алгоритм, он должен быть, ну, лучше, в кавычках, то есть он должен уметь находить такие маппинги, чтобы старые алгоритмы думали, что они accurate, а новый сказал, что он нашел более accurate маппинг. И также, значит, в чем, тоже у меня появился такой вопрос, получается, они в своей работе никак не сравнивались с, ну, то есть они предложили некоторый набор метрик, предложили автоматизированный подход, но, по сути, никак не сравниваются с метриками из предыдущих работ. То есть раньше, когда брали просто и сравнивали метрику по вот этому артефакту и детекшнс, и сравнивали только размера динскрипта, то, может быть, этого было достаточно, и, может быть, вот эти все действия, они тоже не нужны, если у нас вдруг окажется, что размер детекшнс, он напрямую коррелирует с количеством вот этих inaccurate маппингов в оценке алгоритма. Тогда просто окажется, что достаточно считать размер скрипта, и все это не нужно. Вот. Вообще, конечно, для статьи, которая продвигает метод сравнения тулов, не хватает как-то сравнения тулов. То есть там была куча таблиц про то, какой у них хороший алгоритм, но какой-то такого внятного итога по тому, какой же самый лучший и прекрасный у нас алгоритм для маппинга, я, честно говоря, не увидел. Ну да. Это как раз третий research question, вот этот, в котором ничего нет. Ну да, и получаются итоги какие из того всего. Во-первых, да, не очень понятно, насколько вообще такой результат значим. То есть вот предложили, значит, такой подход, как бы окей, и что с этим делать дальше, тоже не очень понятно. Потому что даже авторы у себя в конце в разделе с итогами и future work упоминают, что, ну, вроде как пока не очень понятно, как качество маппингов, которые они вот научились обнаруживать плохие маппинги, влияет, в принципе, на существующие решения. То есть, ну, правда ли, что если у нас используется алгоритм, который находит меньшее количество этих inaccurate маппингов, то, ну, значит, дальше в пайплайне, который мы строим, там, ну, например, с майнингом баттернов, там, или с automated code repair, правда ли станет что-то лучше, не очень понятно. Потому что, ну, по сути, какой из этого всего, какой единственный импакт, который так вот сходу видим, да, у нас если будут некорректные маппинги, у нас просто будет большее количество edit action из этого возникать. Ну, потому что edit action набор есть всегда, а так мы просто будем получать какой-то просто более длинный набор. Вот. Ну, опять же, тогда можно строить метрику под набору edit action, тоже вопрос. Но, окей, типа мы получили более длинный набор, ну и ладно, казалось бы, тогда с ним все равно все должно работать. То есть тут не так, чтобы это влияло именно на корректность, потому что корректность-то будет, просто набор будет более длинный. Возможно, это ухочет performance, но... Ну, он помимо performance, это зависит от задачи. Потому что если мы хотим условно считать, что мы из этих edit action достаем некую семантику происходящую, ну, скажем, мы там обучаемся применять edit к коду, потому что мы хотим фиксить баги, то если, скажем, у нас edit там был вот про хешмапы, например, если он у нас в одной версии, то его можно где-нибудь, ну, можно вот сюда посмотреть, какой-нибудь. Если вот мы хешмап на map заменили, то это вполне норм. Ну, типа, мы сделали более общую коллекцию, все хорошо, и мы этот edit можем дальше в любой другой код применять, продолжить. То перенос хешмапа в то, что он теперь new хешмап, причем другой, это мы фиг вообще куда применим. Точнее, может, мы, конечно, применить и можем, но получится какая-то каша. И он становится бессмысленным просто. То есть, мне кажется, что от этих edit должна, типа, обобщаемость, потому что какие-то адекватные действия, которые делают программисты, они часто обобщаемы на какой-то другой код, на других местах. А вот эти штуки, когда ты просто куда-то рандомно перенес какой-то кусок дерева, они вообще не обобщают. Ну, наверное, да. Просто вот это понятие обобщаемость сложно как-то формализовать. Это, видимо, основная проблема. Да, но кому как не тебе его формализовывать. Ну, в плане, мне кажется, в каком-то смысле, что вот эта история про то, что какие-то у нас там чинжи часто включаются, какие-то нет, она в каком-то смысле может быть типа основой, не основой. но чем-то подобным для таких алгоритмов или лица. Ну и серия, что если вот у нас есть большой массив кода, если у нас вот есть inconsistent mapping, и мы пытаемся понять, кто из них ground truth, а кто из них просто хрень какую-то выдал. то кажется, что если кто-то из них нашел перенос, который часто встречается еще в других местах и, возможно, у других алгоритмов, который, короче, часто встречается глобально в коде, если его достаточно сделать абстрактным, то типа это хорошо. Это скорее значит, что, ну, это в его пользу голосует. Ну то есть у нас типа хешмап map, он вот часто встречается, может, это и есть хороший. Кажется, ты немножко говоришь с позиции, что у нас есть здесь неправильные, да? А еще у нас есть большая база правильных. Значит, чинжи. Нет, ну смотри, просто, если у нас все алгоритмы голосуют вот в случаях подобных этому хешмапу за то, что его нужно переносить в нью, то это значит, что у нас, конечно, уже совсем беда с алгоритмами, и идея того, что мы можем смотреть на какие-то inconsistencies, она, в принципе, начинает как-то подгорать немножко, кажется, что. Ну что, если они совсем какую-то лажу выдают? Ну, но если они в целом выдают не лажу, ну, типа в трех-четвертях случаев они не лажу выдают, то они, возможно, в каких-то других ситуациях, когда у нас может дерево попроще или еще что-то такое, они все-таки, ну, для подобных примеров, они тут, с одной стороны, намерены достаточно просты, с другой стороны, если мы на стейтменты смотрим, они всегда не очень сложны. Они будут находить все-таки правильное. Поэтому можно смотреть, ну, типа на адекватность, опираясь на то, насколько часто еще в других ситуациях такая штука находится. Единственное, ты говоришь вот про 75%, что 70%, 5% случаев они корректно там строят эти маппинги. Но есть ли у нас основания утверждать, что он каждый раз независимо кидает монетку? Нет, конечно, это не независимо. Да, да. Мы ничего не знаем про распределение, это правда. Но, как бы, это, наверное, единственное, что останавливает от того, чтобы бросаться на абразуру и быстрее это реализовывать, и писать статистику. Ну, то есть, это, да, это, конечно, проблема. Ну, то есть, может, это можно задавить массой в каком-то смысле. Вот, но может и нельзя. Ну, да. Ну, да, в общем, еще... А, да, еще про... Последнее, что, наверное, хотелось вспомянуть, это про этот набор метрик. То есть, по сути, авторы предложили еще набор метрик для сравнения маппингов между собой. Но, по сути, они, опять же, никак не предлагают использовать это либо в новом алгоритме в каком-то, либо, может быть, улучшать какой-нибудь существующий, типа GAM3, с помощью этого набора маппингов. Вот, Артем про это тоже спрашивал, и это правда странно. То есть, по идее, если у нас вот теперь появился набор критериев, с помощью которого мы можем оценивать качество маппинга, то, наверное, можно это вкрутить дело прямо вот на фазу матчинга вершин, например, в GAM3, и посмотреть, ну, как это влияет вообще на качество работы GAM3. Но, опять же, если мы именно по вот этому набору вкрутим такие проверки в GAM3, то окажется, что, понятное дело, в таком бенчмарке GAM3 будет всех выигрывать, потому что в нем будут всегда вершины, которые доводят этим критериям. Поэтому, в таком смысле, это подгон под бенчмарк. Но если мы рассматриваем на это с точки зрения улучшения алгоритма, то, наверное, качество алгоритма от этого улучшится. Можешь было потом опять взять 200 случайных изменений и пригласить 10 экспертов и посмотреть, насколько изменится с точки зрения человека результат. Ну, да, в общем, видимо, на этом все. Кажется, пока вопросов нет. Спасибо всем, что пришли. Спасибо большое за доклад. Спасибо большое за доклад.